и вы приветик счастливый любимый делаю видео третий раз потому что как только уже на середине так интересное что-то так увлеклась так с удовольствием начинает стучать все закрываю видео опять только начала делать пилить стали деревья ну третьего раза с третьей попытки делаю это же на протяжении всех видео всегда забываю вам сказать ставьте лайки ну это как-то для ютюба показатель и они 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 дают сам youtube дает тебе об этом знать он как-то просит о том чтобы ну не просит а это работа ютюба и они иногда даже рекомендуют напоминать если вам нравится ставьте лайки поэтому даже кто-то мне написал раз она посмотрела ваше видео и забыла поставить лайк уже закрыла компьютер ушла вспомнила вернулась открыла компьютер и поставила вам лайк то есть вы тоже просто-напросто забываете я это понимаю поэтому ну буду я буду вам напоминать и наверное так вместе и решим это эту тему розанна в прошлом видео у вас было название ты хозяин своих мыслей а вы всего три слова про это сказали три предложения всего про это сказали а я из-за этого только открыла видео я вам написала ответ смотрите мои видео это не лекция и это мы не в школе сидим и учить друг друга мы просто делимся своим опытом в нормальной спокойной домашней обстановке кто-то например может быть кушать сейчас варит а кто-то может быть шьет а кто-то может быть уборку легкую дома делает кто-то на диванчик развалился хочет расслабиться то есть все мои видео это никакой курс и никакое пособие и знаете хочу вам сказать что когда тебе нужна какая-то информация ты можешь ее услышать из трех предложений ты можешь услышать от пенья птиц что-то услышишь о чем это пение то есть да вот так мимоходом чтобы себя прям и напрягать не нагружать так мимоходом что-то услышали два-три слова села села не села ну в другом месте значит еще не время кому-то не садится вообще ну значит не время ладно другая другое что-то услышится ну вот так мимоходом поэтому конечно то что в названии есть то есть в этом видео но мимоходом а лекции как в школе или как в институте сидишь на уроке занимаешься нет конечно такого не будет будем наслаждаться роза на ваши установки на то чтобы быть позитивной это ваш ответ на мое письмо которое я вам написала нет это не ответ на ваше письмо да вы мне написали большое личное очень личное письмо я его прочла но я вам не ответила и возможно вот по ходу сейчас будем разговаривать может быть отвечу вам потому что ну тема знаете какая которая имеет большой резонанс эта тема и возможно то мнение которое есть у меня которое у меня сложилось от вашего письма может быть она не будет кому-то резонировать может быть она кому-то не не слышится так как как думаю я поэтому для того чтобы ответить на ваш вопрос ну во первых нужно настроиться во вторых тоже также сделать мимоходом мимоходом посмотрю вот если сейчас как сложится вот импровизация сложится может быть по ходу и отвечу на ваше письмо а может быть в следующем видео ну как сложится что-то на как вы шьете трикотаж все говорят трикотаж и шить сложно вы знаете я слышала что трикотаж и шить сложно но весь мой трикотаж который шел мне много как трикотаж трикотажных вещей вот есть даже у меня видео где я делаю упражнения с палкой я там в одном и том же платье несколько раз именно где я делаю упражнения она такое комфортная нож там везде совсем трикотаж хороший приятный трикотаж поэтому в нем удобно делать упражнения это вот тоже трикотаж я беру качественный трикотаж его шить потрясающе прекрасно во первых не скользит во вторых обрабатывать не надо в третьих форма есть она не растягивается не вытягивается но у нас есть трикотаж о котором вы говорите какой-то прям совсем как лапша я его такой даже не подхожу и не смотрю эти ткани сразу на общее посмотрела нет я такой не возьму тот трикотаж который я беру у меня не составляет никакой проблемы для шитья поэтому не знаю мне трикотаж и не сложно не знаю как но за на как как построить цельнокроенный рукав очень сейчас вам расскажу вы мне присылаете какие-то видео других блогеров где дают правильные трикотажные курсы рассказывают прекрасно я конечно их тоже знаю я конечно смотрю очень хороший контент профессиональный контент интересный грамотный выстроенный правильный конечно когда я начинала вспоминать как это все шить я просматривала смотрела я что-то искала но из всего того что я видела мне понравился даже я не могу сказать что мне понравилось все как люди шьют если люди умеющих профессионально руками это это вы понимаете это какое творчество у человека это какое какое мастерство ручками шить правильно профессионально это это огромное мастерство и конечно это творчество этот человек по-другому даже по-другому мысли потому что понимаете трогает ткань он ее глазом выбирает эту ткань если он на себя что-то или есть еще на заказы шьет то есть через него проходит представить и какая положительнейшая энергия когда ты берешь просто ткань и из нее получается получается вещь человек пришел отдел а он прям красиво ему влилось все или ты сам на себя на делай тебе прям то есть конечно это это очень специфические люди это очень люди творческого у них глаз тоже по-другому они видят жизни красиво это дизайнеры каждый мастер который умеет шить этот дизайнер конечно но мне привлекло внимание один одна только один только вот одно видео одной девочки а она на на английском но она ничего не как и видно только ее ручки и она ничего не говорит она показывает и например она показывает что вот тут отрезать и такие ножнички нарисованы и на английском написано как отрезать то есть ну понимаешь даже даже если ты не знаешь там то не надо никакой язык знать она ничего не говорит но он все это показывается и вот у нее именно у нее я очень много просмотрела но именно у нее я взяла эту идею как она делает она взяла какую-то свою старенькую футболочку взяла ткань потом какую-то старую футболку взяла пополам сложила приложила к этой ткани и показывает вот это разрезать убрала эту деталь потом это второй раз разрезать сделала что нужно немножко здесь добавить баланс чтобы сделать и что немножко здесь вылез по-другому показала это потом добавила чуть-чуть сделала как как чуть-чуть как спущенный вот так рукавчик то понятно было по какой-то своей футболочки потом добавила к ней оборочку показала как это делать а потом добавила длинную эту оборку то есть и показывает себя уже в конце она в этом платье платьишки или в конце или или в начале видео она себя показывает что вот это изделие которое сейчас она будет показывать вот она в готовом виде там немножко ее секунду видно а потом вот только ее руки и ничего она не говорит но я и уловила вот эту идею именно я эту идею уловила что можно просто сложить вместе и сделать ну конечно тут вытачки не нужны ну я понимаю как эти вытачки знаю как как их сделать но они вытачки иногда пока она показывает иногда как то есть я у нее взяла идею и я нашла свое одно платье которое мне нравится как там от плечики от плечиков там у меня тоже вот так чуть-чуть спущенный рукав и он чуть-чуть здесь на резинку но сам как вы сам самок самокрой я вижу это вот рукам мастером это одно из брендовых платьев у меня их немного но есть и я вот вижу там мастер кстати у нас здесь была компания она сейчас ушла из рынка из канадского рынка и вот там вот там заходишь магазин я всегда там покупала вещи очень много вещей оттуда покупала как только приходила коллекция и вдруг я стала приходить ну что не одни не по мере никто что не по мере мне то и я стала я спросила я говорю у вас такое такая раньше была хорошая коллекция мне так нравилось а он говорит я не сказала раньше была хорошая я думаю не буду как знаете может быть это не приятно москвы хозяину магазина и говорю и вас всегда такая хорошая коллекция мне так всегда нравится он стал что я покупатель была часто покупала я приходила в этих вещах раньше я работала больше ездила ну другой образ жизни был и он не говорит да да у нас поменялся сейчас у нас еще лучше у нас поменялся дизайнер и у нас еще лучшие вещи стали я сразу поняла думаю все понятно потому что вот то что делал тот дизайн вот там вот тут прям мне видно глазу было его вот видно глазу было рука мастера знаете вот есть вот что-то примитивное возьмешь что-то покушать а вот она так вкусно вот видно что вот рука вкусная было прям вкусно рука да вот вкусная рука хотя что-то такое вот ну что там ни о чем что-то такое даже яичница например или там картошечка запеченная или там салат не из ничего у меня есть тут одна приятельница так вкусно вот салаты это вот она те же возьмет овощи те же все что своей рукой порежет салаты но потрясающий вот просто вот такую миску можно съесть то есть вот так и так и в крое так и вот в шитье есть тем рука мастера и что я говорила по поводу ну вот у меня есть это платье я его как-то первое из первых когда началось я его приложила половину немножко только удлинила рукав и вот оттуда у меня пошел этот вот цельнокройный рукав то есть вот так вам рассказать как я его шью я вот поищите я не хочу никого рекламировать я не хочу ник никем это такое знаете дело ну так скажем ну не хочу никого рекламировать вот поэтому посмотрите поищите вот идею каждый найдет свою идею я когда последний раз шила эти ночнушки я 2 3 шила ну прекрасно но прекрасно вот по моему методу который я знаю прекрасно вдруг я себе думаю ну может быть я что-то неправильно делаю посмотрю как сделать профессионально я перед сном что-то посмотрела посмотрела и прям увидела как там нужно отсюда столько сантиметров посмотреть здесь как посмотреть так 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 и я еле утро дождалась думаю ну я сегодня составлю хорошую выкройку и я начну шить по выкройке и что буду же решить получше и что вы думаете я сшила 7 ночнушек и несколько ночнушек я сшила своим родным и только вот эту ночнушку которую я сшила потому но это мои моя ошибка я что-то не так сделал вот только одну я испортила я ее потом реанимировала но я ее испортила не получается у меня по выкройке но это не говорит о том что не получается у меня не получается у меня высчитывать проще не получается не знаю как поэтому не могу вас не не научить ничего я прикладываю платье и все они у меня все идут по одной вот это тоже самое вот это тоже самое это этот этому платью тоже уже три или четыре года вот тоже из этой же серии только тут добавила чтобы тут оборочка был все но стиль и вот такой вот мне эта девочка которую я смотрела а я там взяла идею что можно приложить другую вещь свою и вырезать сделать как-то поэтому не могу ничего вам другого сказать просто на как избавиться от ниже нежелательных волос вы обещали в каком-то из видео я даже не помню чтобы я обещала потому что у меня нет этой проблемы и не было никогда меня нигде не было нежелательных волос но там где они были я всю жизнь я не не использовала не лаза не другие какие-то методы я всю жизнь много очень лет я ходила профессионально делала ваксинг обыкновенный ваксинг это не сама делала то есть у нас и можно все купить и делать не сама делала а я ходила делала профессиональный ваксинг делала бикини все все везде абсолютно всегда делала потому что я 10 лет последние 10 лет ходила в спа круглый год и ты конечно должен быть везде абсолютно чистый но чистый я имею ввиду от волос и я делала только ваксинг и за много лет ваксинга они все волосы исчезли ну так если где-то что-то появляется обыкновенно могу справиться с со станком груза на я знаю вы любите своих подписчиков и вы отвечаете всегда на вопросы пожалуйста покажите жилетку в которой ну в том видео где я в жилетке в которой вы на этом видео неужели вы сами ее вязали покажите пожалуйста сама вязала также вижу также как и шью мимоходом ни о чем не знаю как вы считывать как просчитывать я не могу вязать и крючком и спицами но я вяжу люблю крючком вязать это я выправок про эту жилеточку говорите вот про эту жилеточку и есть у меня видео я в этой жилеточки сейчас не могу ее особо надеть потому что здесь микрофон вам будет скрипеть вот эта жилеточка вязала крючком оставалась какая-то серенькая откуда-то оставалось серенькие остатки и я пустила сюда а сюда не хватило я добавила другое серенький такой светло другого немножко где-то был сделала вот такую себе косточку которую я недавно отдала остался от нее немножко клубок и я вот такую сделала вставку как я ее связала даже не объяснять не могу вот не могу объяснить вот сделала вот эту сюда вставочку она так красиво добавила эти пуговицы и вот вся жилетка да я ее сама связала но знаете я думаю все умеют вязать но мое поколение мы все вязали перевязывали что-то распускали перевязывали и все немножко шили и перешивали шили перешивали как-то мне кажется все умеют вот еще такую же жилеточку эту жилетку я недавно связала может в прошлом году и в позапрошлом позапрошлом году вот такая же тоже жилетка чуть-чуть со спущенным рукавчиком вот такая жилеточка а здесь мышка мышка я люблю потому что я одеваю такой вот под эту серенькую я одеваю серенький серенький кашемировый светерок темно-серенькие леггинсы сверху эту жилетку и ну не леггинсы мне так леггинсы как немножко как сделаны как брючки но не брючки как но в общем и оно просто тепло но есть еще вот эти тоже я сама вязала тоже есть видео в этой тоже я одеваю черный светерок черные леггинсы и это как платье она не смог понимаете ничего не смотрится вот несмотря на то что эта сетка она не смотрится вульгарно потому что я во всем темном черном например черные леггинсы черные черный свитерок и вот такая вот чуть-чуть спущенный рукав вот это все связано крючком и вот такой низ поплотнее тут ничего не видно поплотнее связано и вот такой низ и точно такая же есть другого цвета ну тоже вот такое же платьице тоже одеваю под черные леггинсы это это крючком связано крючком все еще одна есть такая же жилетка вот оставалась делала жилетку так как-то добавила сюда сделала вот сюда бубончик бубончик тоже сама делала кстати есть видео где делать бубончики такие интересные так хорошо делаются я какие-то цветы высадила цветы и поставила им такие палочки чтобы они смогли расти и эти просто палки стоят ну как там хотя я купила зеленые бамбуковые специально чтобы по цвету было чтобы но есть эстетичным было и ну просто эти палочки а это еще и на цветок еще не дотянулся я на палочки вот такие бубончики разные сделает только сверху их посадил и они сразу заиграли там где цветы привод заиграла просто вот эти бубончики папа посадила ну что мои хорошие мы хозяева своих мыслей думаем позитивно счастье счастье и любовь всех вас люблю уважаю ставим лайки и до следующих видео всем пока